Всем привет, я Екатерина Ковальчук и это свежий выпуск дайджеста новостей Донбасса. Мы информируем вас о войне в Украине по обе стороны линии фронта. Российский тыл снова атакован беспилотниками. Сегодня дроны ударили по комбинату «Слава» в Брянской области, который находится в 80 километрах от границы с Украиной и ранее уже подвергался налету. Сообщается, что два беспилотника упали в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. Российские чиновники утверждают, серьезного пожара удалось избежать, потому что емкости были пустыми. Взрыв с последующим пожаром произошел сегодня и в Курске. Местные власти также сообщили о пролете беспилотника. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Губернатор добавил, что пожар локализуется, а на месте продолжают работу все спецслужбы. Издание New York Times отмечает, что запустив беспилотники по авиабазам в сотнях километров от своей территории, Украина изменила географию войны. По информации журналистов, по крайней мере одну атаку координировал украинский спецназ, который находился вблизи российской базы. Они же помогали наводить беспилотники на цели. При этом неясно, как группа спецназа проникла на территорию РФ. Удары сигнализировали о новой готовности Киева вести бой с базами в тылу России, повышая ставки в войне. И впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таком большом расстоянии. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, в День вооруженных сил Украины, отправился на Донбасс. В Славянске он поздравил украинских военных с праздником. Сегодня мы на Донбассе, в зоне военных действий стала большая борьба, ваша цена высшая, но есть то, что остается незменным, сталым, сталевым. Ваша вдвага, ваша выдержка, ваша боли, а вот же наша свобода, ваша незламенность, а вот же наша незалежность. Вся команда новостей Донбасса также поздравляет наших защитников с праздником и благодарит украинских воинов за отвагу, мужество и героическую оборону нашей страны. У России почти не осталось ракет для массированных атак по Украине. Об этом заявил начальник главного управления разведки Кирилл Буданов. Он также отметил, что по состоянию на начало декабря Иран так и не поставил РФ ни одной баллистической ракеты, поэтому оккупантам не удается восполнить свои запасы. Но, как мы видим, они решили идти до конца, то есть до нуля, что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации. Військовые там знают про эту проблему. Выработка новых ракет, оно есть, оно абсолютно мизерное, в сравнении с той величайной количеством, которую они используют. Реально в них осталось еще на несколько масштабных атак, и они выйдут в полный нур. Тем временем в Украинерго назвали сроки восстановления энергосистемы. В компании заявили, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать свет резервными схемами там, где это возможно. Для восстановления объемов производства энергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, потребуется еще несколько суток. В настоящее время всем областям даны лимиты потребления света. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты, поэтому применен режим аварийных отключений. Российские войска продолжают атаковать мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта. Так, на Волновахском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку. В селе повреждены 5 домов. Обошлось без пострадавших. Ночью и утром боевики били по инфраструктурным объектам в районе Курахова и Марьинки. Повреждена линия электропередач. Зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки. На Горловском направлении ранены 7 человек. 4 в Ивановском, 2 в Бахмуте и 1 в Торецке. Всего за сутки, по данным полиции, уничтожены и повреждены 11 домов, школа и 2 сооружения. Массированные атаки сегодня подвергся и оккупированный Донецк. Снаряды попали в здание бизнес-центра «Центавр-Плаза», район стадиона «Донбасс-Арена» и «Крытого рынка». Позже прилеты были в районе Южного автовокзала, торгового центра «Золотое кольцо» в здании на проспекте Дзержинского и улице Федора Зайцева. Также под обстрел попала улица Артема в районе ЦУМа. Есть погибшие. В оккупационной администрации города сообщили, что в результате взрывов повреждено дошкольное учреждение по улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского. На улице Федора Зайцева повреждено здание так называемой миграционной службы ДНР. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате сегодняшних обстрелов погибли 6 человек. Число раненых устанавливается. Кроме того, сообщалось, что в Макеевке горит подстанция. Из-за пожара был ранен 1 человек. В Червоногвардейском районе города было зафиксировано прямое попадание в дом в районе школы номер 43. Погиб мужчина. Также боевики сообщили об обстреле района химического концерна «Стерол» в Горловке. Домой из российского плена вернулось 60 военных. В офисе президента сообщили, что среди освобожденных 15 офицеров, а также 45 рядовых и сержантов. 34 из них – защитники Мариуполя. Среди них есть раненые, которые получают всю необходимую помощь. Напомним, по состоянию на начало декабря из российского плена вернулись более 1300 украинцев. Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что вернулся в Москву. Известно, что так называемый экс-министр обороны ДНР последние недели воевал в Украине на стороне оккупантов. В своем телеграм-канале он рассказал, что в октябре вошел в ряды так называемых вооруженных сил ДНР. В ноябре был в районе Сватова, где пытался исполнять обязанности начальника штаба батальона. В конце ноября я выяснил, что вообще никак не числюсь в штатах полка, и в списках личного состава бригады меня тоже давно нет. Если бы со мной что-либо случилось, то это было бы представлено исключительно как самодеятельность авантюриста Гиркина, или несчастным случаем при проведении волонтерской деятельности. Попытка номер три принять участие в боевых действиях не завершилась успехом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз не стал опровергать информацию о второй волне мобилизации. На прямой вопрос журналистов о возобновлении выдачи повесток он ответил своеобразно, призвав не обращать внимания на подобные сообщения. Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях, и нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал, поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания. Напомним, в последнее время СМИ сообщали, что российские власти собираются рассылать новые повестки на войну в Украину. По одним данным речь идет о скрытой мобилизации, по другим о возобновлении призыва объявят в той или иной форме. Так как указ о завершении мобилизации не издан, поэтому российские власти могут возобновить отправку повесток в любой момент. А это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии, поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин